В так называемой ЛНР отметили День солидарности трудящихся. По центру оккупированного города прошел парад, на который согнали бюджетников и студентов. Пенсионеры пришли сами. Люди несли в руках плакаты с названиями своих предприятий, а с трибуны их приветствовало руководство непризнанной республики, лица лидера боевиков Игоря Плотницкого и его заместителей. Студентов нарядили в кокошники, а особым шиком стали старинные автомобили, на которых ехали люди в форме Великой Отечественной войны, одежды крестьян и рабочих сороковых. Они держали в руках серпы, молотые колоски, а Плотницкий махал им с трибуны. Тем временем в соседней самоназванной ДНР во все работают ученые. Там объявили о создании особого материала, из которого можно делать вечные детали. Из этой керамики изготавливаются, по сути, вечные подшипники, форсунки, цилиндры, поршневого двигателя и другие детали, цитирует сайт сепаратистов некого ученого ДНР. Правда, на создание деталей нужны деньги, которые хотят попросить у руководства так называемой ДНР. В самоназванной ЛНР стартовал отбор на конкурс «Мисс Республика-2016». В кастинге приняли участие более 50 студенток, из них 15 прошли. В Луганском государственном университете имени Тараса Шевченко 4 мая состоялся отбор участниц для республиканского конкурса «Мисс ЛНР-2016». «Конечно, и перед кастингом, и во время я очень волновалась, но все прошло в приятной атмосфере. К участию меня подтолкнули друзья, они меня поддерживают, и мне это помогает», рассказала после отбора одна из участниц. По словам организатора конкурса, победительниц ждет, цитата, «спонсорство, ценные подарки и поддержка от руководства». В оккупированном Донецке людей согнали якобы на митинг памяти жертв событий 2 мая в Одессе. Каждую школу и предприятие обязали прислать минимум 10 человек. Пригнанным на площадь дончанам спели песни военных лет, а также заставили послушать лекцию о фашизме. Также на площади выступил с торжественной речью лидер боевиков Александр Захаченко и якобы свидетелей событий 2 мая, которые рассказывали о зверствах Украины и желании Одессы быть частью ДНР. В самоназванной ЛНР открыли Макдональдс, правда теперь он называется «Бургер». Само здание давно национализировано, в нем осталось оборудование Макдональдса. «Бургер» приехал открывать сам заместитель Плотницкого, события показали по каналу «Луганс-24», который освещает деятельность сепаратистов. Теперь в «Бургере» можно поесть фастфуды образца загнивающего Запада и выпить колы. Правда цены довольно высокие, дефицит продукт.